здравствуйте уважаемые садоводы приветствую вас на канале про цветок я светлана сотникова ландшафтный дизайнер и растение вод сегодня буду вас удивлять я веду репортаж из своего собственного сада который находится в 4 климатической зоне минус 34 градуса по цельсию минимальная зимняя температура говорю это для тех кто смотрит нас в разных уголках света и буду вам сегодня представлять каштан настоящий тот самый съедобный каштан который любят жарить некоторых южных регионах это дерево рекомендовано для 8 или даже 9 климатической зоны но она прекрасно чувствует себя у меня в саду и показала себя как очень надежная выносливая замечательное растение 18 лет назад я надумала они посадить ли мне у себя такое растение дело в том что ведь различные саженцы интересных видов по миру разносят люди и никто иной только люди поэтому если в вашем регионе такого растения до сих пор нет это не значит что она не может здесь расти вот как выяснилось съедобный каштан может расти у нас дереву 18 лет она высотой примерно около 6 метров на сегодня и в принципе когда я не знала что это такое и что с ним делать и сможет ли она прижиться посадила несколько растений очень близко но когда опомнилась было уже поздно пересаживать поэтому сейчас у меня 4 съедобных каштана растут практически кустом вот такие замечательные плоды пожалуйста посмотрите сейчас начало октября они уже открываются расщелкиваются и из каждого из каждой вот этой оболочки из каждого ежика выпадает от одного до семи плодов каштана как правило около трех основную часть урожая мы уже собрали потому что приходится конкурировать за эти плоды с птицами и животными поэтому я стараюсь собирать его именно в той стадии когда оболочка плода раскрылась на самом деле растение очень неприхотливая и вступает плодоношение не удивляйтесь уже в четырехлетнем возрасте первый раз цветет у меня поскольку саженцы я привезла с юга у меня первый раз полноценные плоды вызрели у каштана возрасте семи лет у тех растений которые я высаживаю сейчас из своих собственных семян четырехлетние деревья уже вполне успешно плодоносит что хочу про него сказать морозостойкость съедобного каштана или каштана настоящего повышается с возрастом поэтому если даже случается так а за 18 лет у меня два раза случалось так что верхушки молодых саженцев подмерзали каштан настоящий отрастает снизу так называемой пневой порослью то есть от пенька поэтому если верхушка молодого растения замерзла я ее просто-напросто срезаю она почернела она видна я ее срезаю и новые молодые веточки на взрослых крепких корнях восстанавливаются в течение сезона после четырехлетнего возраста каштан мёрзнуть перестает потому что его молодые приросты они уже около сантиметра толщиной то есть настолько твердые и жесткие веточки уже выдерживают наши морозы для тех кто захочет посадить это растение у себя в климате примерно похожим на наш я не рекомендую его укрывать более этого категорически не рекомендую его укрывать потому что получить свою долю мороза переморозится привыкнуть он должен именно в молодом возрасте до начала плодоношения чтобы потом у вас не было сюрпризов хочу обратить ваше внимание на листву пожалуйста не путайте каштан настоящий с растением которое более известно в наших широтах с каштаном конским хочу сакцентировать внимание ваше на том что в русском языке мы используем слово каштан для обозначения каштана настоящего и каштана конского но вот это растение каштан конский вам более знаком наверняка с точки зрения ботаники это растение из разных семейств это совершенно два разных дерева конский каштан эскулюс каштан настоящий кастанея поэтому с точки зрения биологии это совершенно совершенно разные деревья и наверное нам не придется их сравнивать никоим образом у каштана настоящего листья на ветке расположены по одному у меня здесь представлены широколистная и узколистная форма потому что в принципе за счет того что плоды очень вкусные очень сладкие это дерево интересно многим людям и многим селекционерам и его селекции целенаправленно занимались в японии и в соединенных штатах поэтому так называемая японская версия узколистный каштан более крупные плоды но более мелкие тонкие листья и широколистная форма вы видите насколько отличаются листочки вот если их если их показать близко сравнить широколистный немножечко раньше начинает плодоносить чем узколистный вот этот еще годик подумает этот на пятый год может дать первые плоды у этого плодов больше но они мельче по размеру принципе если считать в целом то наверное они плодоносят одинаково по количеству если переводить это в килограммы само по себе дерево очень красивая оригинальные необычные листья серебристый ствол в принципе дерево в листве больше действительно похоже на куст дерево без листьев когда она осенью сбросит листву вы увидите что это все-таки дерево то есть у него есть ярко выраженный ствол но достаточно густо расположены ветки для чего люди выращивают съедобный каштан многие спрашивают зачем он нам в том что плоды очень вкусные и если вы не пробовали съедобный каштан никогда или пробовали его только в жареном сушеном тушеном виде значит вы не знаете в принципе что это такое на самом деле самый вкусный он свежий вот только-только с дерева почему мне приходится собирать свой урожай плодосборником в той стадии когда коробочки еще не открылись потому что 15 минут на земле плоды упавшие лежать не будут обязательно найдется кто-то в живой природе желающих съесть их очень любят птицы их с удовольствием съедят и мелкие грызуны и даже крупные животные потому что плоды на самом деле очень очень вкусные очень сладкие если спросите на что похоже да ни на что не похоже у него нет такого ярко выраженного вкуса как примеру у фундука или у семечек подсолнуха ну что-то из этой оперы только очень большое и очень сладкое и растение само по себе очень красиво если его плоды конечно у вас будет большой урожай и его плоды зиму перележат в холодильнике то конечно тогда единственный способ как-то их с пользой употребить это пожарить как семечки до растрескивания или потушить но в принципе я думаю что не дотерпят эти плоды у вас до весны вы скушаете их свежими на многом намного раньше а сейчас я вам показываю молодые растения чтобы вы знали как они могут выглядеть вот это двухлетние саженцы вот так выглядит каштан настоящий возрасте два года а вот так и впереди каштан настоящий трехлетний вот этому дереву четыре года и в этом году оно уже принесло свои первые плоды видите что каштан настоящий достаточно быстро растет и обратите внимание на пейзаж мы находимся на вершине холма почва здесь песчаная очень бедная можно сказать даже никакая но по своей природе это горное растение и много солнца гора ветер это как раз то что его устраивает я достаточно давно уже их выращиваю и высаживала эти каштаны в разных местах и в разных условиях единственное что ничего не смогу сказать о низинах и торфяниках наверное все таки для горного растения это не самое лучшее место расположения а все остальные места каштан настоящий принимает как должное то есть это растение очень очень выносливая скажу вам несколько слов о посадке каштана настоящего поскольку мои деревья плодоносят достаточно давно и я продаю саженцы однолетние и двухлетние уже достаточно давно то хочу сакцентировать ваше внимание что этому растению при посадке ничего специфического делать не нужно его устроит та почва которая есть у вас в саду его устроит стандартная посадочная яма такая как делают для всех плодовых деревьев вы знаете что мы берем ширину корневой системы и копаем яму примерно в два раза шире мы берем высоту корневой системы и копаем посадочную яму примерно в два раза глубже наполняем ее рыхлой плодородной почвой с верхнего слоя и высаживаем туда дерево поскольку каштан настоящий это все-таки дерево а не куст то заглублять корневую шейку не нужно то есть то что корни то в земле то что стволик то уже снаружи над землей не нужно его как-то специально закапывать и особо еще раз подчеркну пожалуйста не нужно его укрывать он должен привыкнуть к вашему климату сам огородить его обязательно нужно потому что если саженец маленький если саженец слишком маленький то для того чтобы вы его сами не повредили не скосили не затоптали пожалуйста поставьте высокие колышки можете покрасить эти колышки в яркий цвет для того чтобы вы не повредили его никоим образом если саженец будет засыпан снегом а в прошлом году например вот эти саженцы у меня были засыпаны снегом примерно вот настолько но видите что макушка сохранилась то что было над снегом она тоже не замерзла под снегом ему будет тепло но совсем маленький если он будет полностью скрыт под слоем снега чтобы он не затоптался никаким образом чтобы вы его не повредили это единственное что ему нужно сделать и еще один важный момент как и все деревья каштан настоящий лучше всего переносят пересадку осенью не весной а именно осенью потому что он просыпается чтобы вы не пугались немножечко позже других растений когда на других растениях на других деревьях и кустарниках уже зеленеет листва у него только-только начинают открываться почки он просыпается немножко позже и чтобы вас это не смущало лучше всего если он будет просыпаться уже на новом месте то есть на месте посадки в вашем саду на постоянном месте надеюсь мне удалось вас заинтересовать этим замечательным растением благодарю за внимание ваша светлана сутникова а 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 Субтитры создавал DimaTorzok